Тема крайне болезненная для России и очень сегодняшняя тема — это Франция и то, что в ней произошло. Мы видим, что попытки сделать физиономии полицейских тайны и вообще анонимировать их полностью привели к тому, что совсем вот сейчас, во время волнений, тем или иным образом было набито примерно 100 полицейских морд. Причем набито очень основательно. То есть улица французская, она немедленно и абсолютно адекватно ответила на это хамство Макрона. И тут же все решилось. Тут же закончик о сохранении лиц и имен полицейских втайне был отозван. И последовали извинения. И это абсолютно правильно, потому что анонимность, она хороша в других местах и в других ситуациях. Вот они начали сразу причитать «ах, наши семьи, ах, наши дети, ах, наши личные жизни». Ну, черт возьми, выбирая эту профессию, они выбирают и эти проблемы тоже. Они обязаны понимать, что это возможно, потому что тот, кто может решить судьбу другого человека, вот по должности имеет право на это, тот должен быть абсолютно открыт, ясен и прозрачен. И здесь никаких не может быть исключений об этом человеке. Коль скоро его полномочия таковы, что он может усадить, ударить, остановить, потребовать, про него должно быть известно все. И он должен быть предельно уязвим. А потому что вот эта анонимность существ с дубинками, она всегда приводит только к одному, к тому, что они становятся инструментом власти и ничем более. Там уже забываются всякие глупости типа закона. Да, вот у нас есть живой пример, огромный минский таракан, мутант по фамилии Лукашенко. Он со своей анонимностью ОМОНов себе уже наиграл международные трибуналы, которые, в общем, уже не за горами. И власть всегда хочет из полиции, из милиции сделать инструмент, причем исключительно свой собственный. И это абсолютно несправедливо, потому что полиция должна подчиняться тому, кто ей платит деньги, то есть людям, а совсем не тому, кто ею командует. — Александр Глебович, я хотела вас спросить. Вот во Франции не первый случай. Там налоги, цены на бензин, решение об анонимности полицейских. Люди выходят там, жгут, бьют и так далее. И все такие, ок, отлично, откатили назад, все, бумажки поправили. Извините, мы вас неправильно поняли. Как Деголь, по-моему, говорил. Французы, я вас понял. А что сломалось во французской демократии, почему другой способ не работает? Что нет каких-то других способов общаться с народом и народа с властью? Где сломалась коммуникация? — Нет, мы, конечно, можем вспомнить Робеспьера, мы, конечно, можем вспомнить Санкт-Пилотов. — Мы не любим историю, Александр Глебович, мы же не любим. — Нет, мы не любим, это набор баек и прибауток, но мы не относимся к ней всерьез, да? То есть мы не считаем, что это что-то, вокруг чего нужно водить почтительные хороводы, но мы легко вспоминаем, потому что есть документальные некие подтверждения, да? Вот ты знаешь, что всякие забавы с человеческой кожей начались далеко не в Освенциме и не в Майданике. Это началось именно со времен Французской революции, когда из кожи вельмож и дворянства получались самые лучшие кюлоты, потому что именно описывается, как под гильотинами лежали груды освежованных до пояса Труповска, когда кожа снималась только с ног, и из этого, выдубливаясь, делались штаны. То есть мы знаем, что французская улица умеет общаться с властью, да? И умеет убеждать власть в чем угодно. Это было и во времена Великой Французской, и во времена Парижской коммуны, это всегда происходило. То есть они знают, что это великолепный способ убедить в собственной правоте, и этим пользуются. И власть тоже знает, она любит, честно говоря, когда ее убеждают таким образом. А почему она гильотину не вытаскивает на площадь в ответ? А потому что, если она вытащит гильотину на площадь, то первая голова в этой гильотине будет принадлежать красавцу Макрону. А его супруга все-таки уже не в том возрасте, чтобы рыдания не причинили бы ее внешности существенного урона. Продолжение следует...